Сегодня в выпуске. Подготовку к новогодним праздникам обсудили в администрации Северского района. Глава района Андрей Дорошевский вместе со своим заместителем Евгением Алышевым и главой местной администрации Олегом Ратниковым провел объезд в станице Северской. В Ильском открыли соревнования по волейболу на кубок губернатора. Глава района провел традиционный предновогодний торжественный прием. В реабилитационный центр для раненых передали новогодние подарки. Андрей Дорошевский посетил Афибский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Подготовку к новогодним праздникам обсудили в администрации Северского района. В рамках еженедельного рабочего совещания провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также заседание антитеррористической комиссии. Речь шла о том, как провести Новый год, Рождество и оставшиеся дни зимних каникул не только зрелищно и весело, но и безопасно. Считаю необходимым проведение комплекса привитивных и профилактических влияния. При этом необходимо уделить особое внимание проведению предупредительных мер, в том числе установить на период проведения новогодних и рождественских праздников с 29 декабря по 9 ноября 2024 года для органов управления сил районного взгляда территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, режим функционирования, повышенная готовность. В том числе главам рекомендовано провести работу у себя в поселениях, разъясняя рекомендации по поводу ограничений использования фейерверков. Причем не только в целях безопасности, но и по просьбе губернатора Кубани, который призвал жителей региона ограничиться бенгальскими огнями до окончания специальной военной операции. Однако понятно, что соблюдать рекомендации будут не все. Главам городских и сельских поселений совместно с сотрудниками управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы необходимо провести работу по уточнению дислокации объектов розыщит торговли, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий на территории поселений, провести персональную и уведомительную работу с хозяйствующими субъектами о недопущении отпуска пиротехнических изделий лицам и достигшим 16 лет. Главам также рекомендовали взять под личный контроль степень готовности сил и средств поселений, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе и дорожного движения, в период зимних праздников реализуется отделом МВД России по Северскому району. Личный состав отдела приведен на усиленный вариант Северскому району. Отдел надзорной деятельности совместно с работниками пожарно-спасательного гарнизона проводит профилактическую операцию «Новый год». Глава района обратил внимание коллег на необходимость со всей ответственностью подойти к вопросам безопасности жителей и объектов социальной инфраструктуры. Чтобы нам не омрачить праздник, чтобы все были живы и здоровы. Глава района Андрей Дорошевский вместе со своим заместителем Евгением Алышевым и главой местной администрации Олегом Ратниковым провел объезд в станице Северской. Осмотрели переезд через ерек по улице Энгельса. Забитые мусором трубы плохо пропускают воду. Она начинает просачиваться прямо под землей, из-за чего дорога уже начала проседать. Андрей Дорошевский дал поручение прочистить ерек. Неподалеку от клуба загородного отдыха – настоящая несанкционированная свалка, которую недобросовестные жители устроили в зарослях кустарника. Рядом продолжается строительство жилых домов. И всем будущим жильцам нужно будет куда-то девать бытовые отходы. Глава района распорядился решить вопрос с установкой поблизости мусорных контейнеров. Привести в порядок необходимую федеральную трассу в окрестностях поселения. 19 декабря в спортивной школе номер 2 поселка Ильского торжественно открыли соревнования по волейболу на Кубок губернатора Краснодарского края. В состязаниях примут участие 8 команд девушек и 8 команд юношей до 16 лет. Из Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, Краснодара, Курганинского, Новопокровского, Тбилисского, Брюховецкого, Лобинского, Мостовского, Славянского и, конечно, Северского районов. С напутственными словами обратились к участникам почётные гости. Заместитель главы района Марина Наумейко и начальник отдела развития спорта высших достижений Краевого министерства физической культуры и спорта Сергей Потанин. Сегодня на поле соберутся лучшие из лучших. Мы надеемся на ваши победы, всегда гордимся вашими результатами и будем и в дальнейшем, не только выполняя поручения губернатора, президента развивать спорт, а вкладывать душу и сердце для того, чтобы вы, дорогие ребята, были настоящим будущим нашей России и Кубани. У нас нет проигравших, потому что все мы занимаемся спортом, мы ведём правильный образ жизни. Сегодня спорт это модно, и поэтому желаю вам в дальнейшем показывать пример своим средственникам, своим друзьям, завлекать их в спорт. А мы, в свою очередь, будем делать так, чтобы для вас это было соревнование, праздник. Открытие соревнований стало настоящим спортивным праздником, на котором нашлось место и для Деда Мороза и Снегурочки. Сказочные гости вручили каждой команде традиционный кубанский каравай. А солисты и акробаты Северского района подготовили зрелищный номер. Соревнования продлятся до 23 декабря. Победителей наградят медалями, кубками и приятными подарками. В посёлке Афибском в преддверии новогодних праздников состоялся традиционный торжественный приём главы муниципального образования Северский район. Среди приглашённых – представители духовенства, национальных диаспор, казаки, почётные граждане, руководители ветеранских первичных отделений и некоммерческих организаций. Андрей Дорошевский поздравил присутствующих с наступающими праздниками. Я выражаю вам слова благодарности за ваш ежедневный труд, за то, что вы работаете с молодёжью, за то, что ваши всегда направлены мысли и дела на благосостояние, прежде всего, народа в целом, проживающего в Северском районе, в Краснодарском крае. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаю мира, добра, благополучия. И у нас всё с вами получится, потому что мы вместе. Ну а главным подарком стала яркая новогодняя концертная программа от лучших творческих коллективов Северского района. ПЕСНЯ 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 Поздравительную речь произнесли председатель Совета депутатов района Владимир Захарченко и депутат законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. ПЕСНЯ Вы знаете, вот это добро, это тепло, это семейное счастье, чтобы оно действительно переболгало наш дур. И хотелось бы пожелать сил каждому. Вот каждый на своём месте делает то, что может от души. ПЕСНЯ Многие говорили о единстве и сплочённости, а также о тех, благодаря кому здесь возможен праздник. В эти минуты на фронтах СВО продолжаются военные действия. Приглашенные гости нынешнего приема в большинстве своем принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и поддержке наших бойцов. Наверное, главное новогоднее желание в этом году у всех схоже. Наше самое большое желание, чтобы в следующем году наступил мир для всех для нас. Хочу нам всем пожелать мира. Спасибо вам за дружбу, за поддержку, за вашу работу. Дай Бог нам еще очень долго жить в мире. Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Каждый из гостей приема занимает активную гражданскую позицию и ежедневными трудами вносит большой вклад в развитие района. Мы уже не дети, которые ищем под елочкой коробочку. Мы призваны Богом сами туда эти коробочки класть для других людей. Мы призваны быть сотворцами жизни на этой земле. И я искренне желаю, чтобы в наступающем году все мы это для себя осознали и имели смелость, решимость, а может даже и дерзновение начать творить эту жизнь. В заключении все получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки и сделали общее фото на память. Бойцам специальной военной операции, восстанавливающим здоровье после ранений в реабилитационном центре города Горячий Ключ передали новогодние подарки от администрации района и поселений, а также образовательных организаций муниципалитета. Это индивидуальные сладкие подарки и средства личной гигиены, постельное белье, фрукты, пироги и трогательные письма от школьников с пожеланиями скорейшего выздоровления и новогодними поздравлениями. В преддверии новогодних праздников глава Северского района Андрей Дорошевский посетил Афибский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Для малышей, которые вынуждены встречать Новый год не в кругу семьи, очень важно создать праздничную атмосферу и не потерять веру в чудо. Я очень рад приехать к вам, поздравить вас с наступающим Новым годом, ведь Новый год случаются сказки, самые заветные желания сбываются. Для ребят подготовили сладкие подарки и игрушки. А самым маленьким воспитанникам преподнесли манеж. Небольшие презенты вручили и персоналу. Директор Оксана Калинченко провела для главы небольшую экскурсию по зданию. Новогодняя атмосфера царит, начиная со входа во двор. Внутри повсюду красочные инсталляции и, конечно, красавицы ёлки. Коллектив приложил все усилия, чтобы ничего здесь не напоминало казённое учреждение. Поэтому детские спальни не отличаются от обычных жилых комнат в любом доме или квартире. И что самое важное, в этом месте дети получают так необходимую им ласку и внимание. Многие сотрудники работают по 3-4 десятилетия, посвятив всю жизнь заботе о своих маленьких воспитанниках. Дети ухоженные, счастливые. Я вижу глаза ваши, вижу глаза детей. Невозможно смотреть, когда дети, оставленные родителями, одинокие, брошенные. Но вы их отогреваете, оттаиваете своей заботой, своей теплотой, своей любовью. Я вам искренне благодарен за это. Я хочу, чтобы вы были счастливы. И те дети, которые к вам сюда попадают, тоже обретали в жизни счастье, находили добрых, заботливых людей, чтобы у них всё складывалось. Отрадно заметить, что это учреждение больше нельзя назвать детским домом. Оно рассчитано на 35 детей, а находится здесь сейчас всего 18. И из них ни одной сироты. Все ребята помещены сюда временно или на краткосрочное пребывание, пока их родители, кстати, ни один из которых не лишён родительских прав, находятся в трудной жизненной ситуации.